Девушки отдыхают 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 которые издавали те или иные исполнительные органы власти. То есть на нашей стороне был закон, но вот это время, которое позволило остановить, которое позволило пресечь, нынешняя редакция законопроекта будет утеряна. Господа Белых, Антошкин и Тетерина, сегодня они являются авторами данной инициативы, я сомневаюсь, что избиратели вышли к вам с просьбой внести подобный законопроект, что это первое, что их волнует. В Ховрино, например, где является депутатом Ирина Белых, либо в Бабушкинском районе, где является депутатом господин Тетерин. Законодательный идиотизм обычно является делом коллективным, но в данном случае, я так понимаю, мы все равно будем персонально рассматривать. Я сомневаюсь, что именно эти авторы являются настоящими инициаторами идеи, скорее всего, это те, кто боится сегодня, собственно, народа и таким образом пытается сохраниться у власти. Мы сегодня уже вспоминали соответствующую дату, 111 лет российскому парламентаризму, но я напомню в этом году еще одна дата, 100 лет русской революции. Что написано в преамбуле всеобщей декларации прав человека? Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения. Вдумайтесь в эти слова ратифицированного Российской Федерации правового акта, международного правового акта. Получается, что принимая настоящий закон, вы фактически актуализируете на будущее право российского народа на восстание. Вкупе с выбранными махинациями, тотальным контролем за СМИ, закручиваем гайки в части проведения публичных мероприятий, этот закон не оставляет для людей иной возможности избавиться от надоевшей коррумпированной власти. Я говорю, это на будущее, это вполне возможно. Вы это прекрасно понимаете. С другой стороны, в условиях дополнительного усложнения коммуникации собственным народом деградирует и без того слабый на сегодня, надо говорить честно, институт представительной законодательной власти, высший уровень которой мы олицетворяем в качестве депутатов Государственной Думы. Мы депутаты сами себе рубим крылья. Мы лишаем себя нормальных и эффективных способов прямого взаимодействия с гражданами. Зачем? Какой чертовой матери ты депутат, если ты не можешь прямо смотреть в глаза людям? Если ты не можешь в любое время дня и суток и в любом месте помочь своим избирателям? Убежден, что те, кто придумал данный закон, это те люди, не просто, скажем так, введенные в заблуждение, это люди, которые еще и по большому счету опасны, они ведут страну к очередной катастрофе. Не удивляйтесь тому, что завтра может произойти что угодно. Мы только что говорили об этом. Средств коммуникации, предохранительных клапанов сегодня в нашей политической системе не остается. Мы перекрываем один из последних. Задумайтесь о всем этом, когда будете нажимать на кнопку. Ну и последнее, я не хочу никого обидеть лично, но наши избирательные не просили о таком решении. Мы сегодня специально провели блиц-опрос в соцсетях, 91% по общим данным против подобного решения. Подумайте об этом, это и ваши избиратели. Тот, кто проголосует за этот законопроект, либо сам боится своих избирателей, либо покрывает тех, кто испытывает страх перед собственным народом. Тот, кто проголосует за этот законопроект, фактически кастрирует сам себе. Ограничить себя в своих полномочиях. Подумайте внимательно об этом, уважаемые депутаты. Я ничего не боюсь. Я многое прошел и пройду еще. Но надеюсь все-таки, что здравый смысл возобладает. Спасибо.